Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди. Халвинг — это не просто сокращение инфляции биткоина, это ознаменование конца 4-летнего цикла и начала нового. Рассматривая этот прекрасный график движения биткоина в период халвингов, мы можем увидеть, что перед халвингом, в конце 4-летнего цикла, биткоин всегда набирает обороты. Однако с каждым халвингом это движение от низа цикла до его пика становится всё менее масштабным. В этом году этот забег составил всего 168%. Однако прежде чем мы перейдём к сути вопроса, я бы хотел попросить вас поддержать это видео лайком. Давайте наберём 2000 лайков и покажем Ютубу, чтобы давать теневые баны на мои ролики, это такая себе идея. Обычно мои видео набирают 20-30 тысяч просмотров, а теперь даже 10 не могут набрать, потому что меня выкинули из рекомендаций. Но раз Ютуб и Гугл так давят криптовалюту, это хороший знак, значит мы занимаемся правым делом. А теперь переходим к контенту и спасибо за поддержку. На светло-жёлтой полосе мы видим значительные параболические движения биткоина, которые происходили после халвингов. В ноябре 2012 года во время сильного движения биткоин создал два пика и вырос на 9212% от предыдущего минимума. Это заняло около года после халвинга и движение завершилось в декабре 2013 года. Открою вам секрет, я умудрился тогда купить на пике за 1200 долларов. Я большой молодец. Но в защиту себя могу сказать, что в тот медвежий рынок я так и не продал свои биткоины. Давайте посмотрим на халвинг в июне 2016. По окончанию халвинга биткоин продемонстрировал сильное движение и вырос на 2910%. На этот раз это движение заняло уже полтора года и длилось до конца 2017. Интересно то, что пик этого движения снова пришёлся на декабрь. Случится ли это снова? Увидим ли мы ралли биткоина? Давайте посмотрим на базовые данные. Под словом базовые я имею в виду те, которые основываются на средних показателях, а не ссылаются на что-то другое. Если общий рост биткоина в первом цикле составил 9680% от минимума, а затем он в общем вырос ещё на 3151% во время второго цикла, мы просто сложим эти цифры и получим 12831%. Затем разделим на количество циклов, которых было 2, и получим среднее значение 6416%. Что насчёт среднего времени? Первый халвинг 2012 года произошёл 28 ноября. Пик этого движения сформировался 4 декабря 2013, то есть прошёл 371 день. Халвинг 2016 произошёл 9 июля, а пик движения биткоина сформировался через 525 дней. Делаем всё то же самое. Складываем два значения, получаем 896 дней, делим на количество циклов, это 2, и среднее значение составляет 448 дней. Имея только среднее значение, мы можем предположить, что наш следующий пик будет через 429 дней, то есть примерно 2 августа 2021 года. Халвинг был 11 мая, то есть мы считаем количество дней, которые прошли с 11 мая до момента выхода этого видео, 30 мая. И вычитаем эту цифру из 448, получаем 429 дней. Вот такая математика. Какой же будет цена биткоина? Берём средний рост в размере 6416%. Абсолютный минимум прошлого цикла это 3230 долларов. Получаем пиковую цену текущего цикла в районе 207 тысяч долларов. Это вполне может произойти, возможно это и станет сценарием суперцикла биткоина. Я буду чуть более реалистичным, я осознаю, что происходит в мире. Происходит гиперинфляция, в экономиках, с количественным смягчением и работой печатного станка для денег. Как вы можете охарактеризовать то, что сделали ФРС, фактически затопив систему деньгами? Ну как бы да, затопили. И нет никаких ограничений для этих действий. Никто не ограничивает наши возможности в этом. Мы должны осознавать, что это только начало конца старых добрых фиатных валют. Только 21 миллион биткоинов может существовать, а ФРС говорит, что они могут напечатать бесконечное количество долларов США. Просто задумайтесь об этом. Давайте подумаем, что может произойти с ценой биткоина в следующем цикле. Вернемся к графику циклов. Очевидно, что движение до и после халвинга увеличивает цену биткоина по отношению к предыдущему минимуму все меньше и меньше в процентном выражении роста. До халвинга движения 2012 года прибавило 468%. До халвинга движения 2016 года 241%. И до халвинговое движение 2020 168%. Затем после халвинговые движения. В 2012 году добавили 9212%. В 2016 году такое движение добавило 2910%. Но у нас нет данных о пост халвинге 2020 года, потому что это движение еще не случилось. Используя до халвинговые и после халвинговые данные, показатель среднего различия между ними у нас может появиться следующее прекрасное предположение. Разница между 468 и 241 составляет 227, что говорит о снижении масштаба до халвингового движения биткоина на приблизительно 49%. Разница между 241 и 168 составляет 73. Это снижение масштаба движения приблизительно на 30%. Чтобы получить средний процент снижения процентного роста с каждым новым движением, суммируем 49,30 и делим на 2. Надеюсь понятно почему. Получаем около 40%. То есть с каждым новым халвингом до халвинговое движение цены биткоина затухает на 40%. Теперь посчитаем средний процент снижения интенсивности после халвингового движения. Здесь у нас только две цифры. 9212 и 2910. Складываем их и делим на 2. Получаем 6302. И в процентном соотношении это среднее снижение составит 68%. Обратите внимание на разницу в первом снижении между до халвинговыми и после халвинговыми движениями. Первое снижение до халвингового роста составило 49%. А движения после халвинга затухают на 68%. Используя все те же математические вычисления получаем что после халвинговое движение затухает на 39% интенсивнее чем до халвинговое. Дальше мы берем среднее до халвинговое снижение. Получаем 40%. Накладываем его на после халвинговые данные во втором цикле, то есть на цифру 2910. И в итоге получаем 1164%. Это прогнозируемое после халвинговое движение в текущем цикле, в котором мы сейчас находимся. Затем берем текущие показатели до халвинга, которые составляют 168%, и складываем с цифрой 1164. Получается, общий объем движения этого цикла составит 1332%. Как мы помним, дно биткоина было в районе 3230 долларов США. 1332% роста от этой цифры составляет 43 023 доллара США за биткоин. Это и есть следующий исторический максимум биткоина, если рассуждать реалистично. Но какой же самый пессимистичный, но все еще бычий взгляд на этот цикл? Нам нужны следующие данные. 1164% после халвинга в третьем цикле, который мы только что высчитали. А также мы выяснили, что после халвинговое снижение роста цены биткоина с каждым циклом затухает интенсивнее, чем до халвинговое на 39%. Если мы уменьшим наши посчитанные 1164 на 39%, получим приблизительно 716% роста вероятного после халвингового движения в текущем цикле. Складываем уже имеющиеся данные из третьего текущего цикла, в котором мы находимся. 168%, которые уже произошли, и 716, которые мы только что посчитали. Получаем 884%. Берем тот же минимум в 3230 долларов США за биткоин и считаем 884% роста. Все это приводит нас к следующему пессимистичному, бычьему, историческому максимуму биткоина в размере 28553 доллара США. В итоге мы имеем три возможных исторических пика для биткоина. Супер бычий, основанный только на средних значениях 207 тысяч долларов, реалистичный, основанный на разнице средних значений 43 тысячи долларов, и бычий пессимистичный, основанный на данных о затухании каждого движения до и после халвинга. 29 тысяч. Конечно же все хотят 207 тысяч долларов за биткоин, но мы не можем себе позволить быть просто смелыми слепцами синдромом упущенной выгоды. Данные есть данные, математика есть математика, возможно нам нужно сделать еще одно предположение. Возьмем среднее значение между всеми полученными нами возможными пиками. 207 тысяч, 43 тысячи и 29 тысяч. Разделим на три, получим 93 тысячи долларов США. Не знаю почему, но что-то мне подсказывает, что это именно та самая цель текущего цикла. Становится даже жутковато, когда понимаешь, что и биткоин-модель соотношения запаса к потоку показывает следующий пик в 93 тысячи долларов. Так или иначе мы в двух годах от достижения нового максимума. Ведь время достижения исторических пиков в каждом из циклов тоже увеличивается. Один год после халвинга 2012 года и полтора года после халвинга 2016. Основываясь на этом, я могу предположить, что до следующего пика нужно подождать около двух лет. Ну а меня зовут Богатейший Динь, не забудьте поставить лайк, давайте наберем 2000 лайков. И если вы впервые на этом канале, обязательно подпишитесь и расскажите о нем своим друзьям. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин